Специалисты Дорожной службы Москвы поделятся опытом с бельскими дорожниками. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Николай Григоришин в эфире телеканала БТВ по итогам встречи с правительством российской столицы. По его словам, технологии, которые применяют московские коллеги, позволяют ремонтировать улицы при температуре ниже 6 градусов. Техника, которую используют при ремонте дорог, что дорогу можно ремонтировать ямочным способом при температуре плюс 6 до минус 8. То есть в этом промежутке, даже если мокрая дорога, что мы боимся постоянно в Бельцах, в Москве ее могут ремонтировать. И мне показали эту технику, показали, какие там химические составы используются. Для асфальтобетонной смеси применяют улучшенный битум с применением полимеров, а в зимнее время используют горячий литой асфальт. Для того, чтобы научиться этим технологиям, специалисты предприятия ДРСУ посетят Москву с учебным визитом. Я, знаете, как говорили, если не помогают нам центральные власти, то поможет нам город Москва в вашем лице, что будете поддерживать те проекты, которые мы начали на Беоргию, что за них совместно с вами мы не забыли и продолжим, не важно, кто будет власти. Но я надеюсь, получится, что мы победим и выиграем сейчас, выиграем, где работают 20 мая, мы не отдадим наш город. Я вам хочу пожелать успеха и в вашей работе в Москве. Западная префектура будет вас, безусомненно, поддерживать во всех начинаниях. И я думаю, что наши коллеги, они в практике. Западная префектура одна из самых лучших в Москве. Сколько это осуществимо на примере нашего города? Вы знаете, как мне объяснили московские коллеги, техника приобрести – это не проблема. Она выпускается, я думаю, что и как за рубежом она выпускается, ну, то есть в Европе, так она выпускается и в Российской Федерации. Это техника, вот что я имею в виду ямочного ремонта. Проблема, знаете, они говорят, как они мне объяснили, их не инженера. Я ни в коем случае не хочу там заподозрить какую-то фирму или еще что-то. Проблема элементарная оказывается в битуме, в качестве битума. Они утверждают, то есть московские коллеги, что когда битум закладывают, что кто-то что-то не докладывает, что-то кто-то ворует, то есть нету полностью технологического процесса. И говорит, если качество битвы будет достигать того уровня, который должно быть, говорит, и у нас все получится. Вот я с этим приехал, но мы договорились о том, что я с ним уже перегидывался с Зиньковским, Вячеслав Ивановичем, на эту тему. Пришли к тому, что коллеги сейчас начнут, наши партнеры в Российской Федерации, делать ямочный ремонт, потому что, к сожалению, я приехал, и вся техника, пару единиц осталась на территории, оно все выехало уже, и оно работало в городе, но работают, как правило, чтобы вы понимали, это в ночное время суток, и убирают город в ночное время суток. То есть магистрали дорожные, вот это все убирает ночью, и люди, и техника. И мы договорились о том, что наши инженеры с компанией ДРСУ поедут туда на неделю, на две недели, увидят весь процесс, как это все делается, и наши коллеги московские пообещали, что они ничего не будут тутать, они все покажут на практике, как это работает. И я надеюсь, что они привезут эти технологии сюда, а эту технику, естественно, мы приобретем. И будем двигаться на шаг уже вперед в ремонте дорог. Редактор субтитров А.Семкин